Почти 2 миллиарда рублей на то, чтобы сделать жизнь вокруг комфортнее, именно столько средств было выделено в этом году в рамках профильного национального проекта. 105 территорий в 72 населенных пунктах должны обрести новый облик. Скверы парки зеленой зоны появляются и реконструируются в целом по всему региону. Как в районах реализуется национальный проект в части формирования комфортной городской среды, обсуждали сегодня на общей краевой планерке. В 18 муниципалитетах уже полностью благоустроены 27 объектов. В числе тех, кто первыми завершили работы – Успенский, Брюховецкий и Мостовский районы. Однако есть и отстающие, например, Геленджик. Из-за нерадивого подрядчика сроки по строительству Андреевского парка пришлось сместить. Легко вы докладываете, подрядчик виноват. А вы какие меры предприняли подрядчику? Даже после того, когда проект они сделали. У них были сроки? Были. Санкции были? Штрафные санкции муниципального образования им выставило. А вы с ИСКом в суд вышли? Если вы не будете наказывать таких подрядчиков, у них будет плодиться еще больше и больше. Все штрафные санкции. Я спрашиваю, с ИСКом в суд вышли? Кто это должен был? Муниципалитет был выйти? Да, муниципалитет. Вы вышли с ИСКом в суд? Нет. Еще нет, я имею в виду. А почему вы не вышли с ИСКом в суд? Это говорит о коллеге. У меня она будет на мысль, что подрядчики-то все непростые и суд-подрядчики непростые. Я вообще не принимаю никогда объяснения, если, допустим, и не приму коллеги от вас, если вдруг вам кто-то с руки срывает, и у него никакой ответственности нет. Ни финансовые, ни материальные, никакой. Что это такое? Не готов. Я подумал, ситуацию разберусь, отдельно доложу. Если уже зашел подрядчик, и вы в нем уверены, тогда должен был быть результат. А когда результат не дали, и мер никаких вы не предприняли к тем, чтобы наказать этого подрядчика, вот это непонятно. Вот это непонятно. Это наводит, так и говорю, коллеги, на странные мысли. Вопрос реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – один из самых ощутимых жителями края, видимый с точки зрения деятельности власти. Губернатор обращается к главу муниципалитетов. Эту работу нужно контролировать лично, чтобы не сбавлять набранные темпы. Финансирование на благоустройство городов и районов в Кубани предусмотрено на три года. Сумма беспрецедентная – более 5 миллиардов рублей. Министерством уже проводится отбор на 2020 год в части формирования данной программы. В этом году будем заключать соглашение со всеми муниципальными образованиями, что позволит нам в феврале месяце уже законтрактоваться и с благоприятными погодными условиями приступить к началу выполнения работ на 2020 год. Нередко при озеленении парков и скверов используют посадочные материалы из других стран, однако муниципалитеты получают своеобразного кота в мешке. Например, голландская роза не всегда приживается на кубанской земле. Миниамин Кондратьев поручил создать краевой реестр питомников декоративных культур, тем более, что таких в регионе несколько. Принципиально важно, чтобы питомники, которые поставляют для благоустройства территорий посадочный материал, были наши. Краевые питомники, еще раз подчеркиваю, чтобы мы потом не искали поставщика, который находится за тремя морями. Полный приоритет, стопроцентный приоритет нашим местным питомникам. Я уверен, в каждом муниципалитете есть свои питомники, есть свои ландшафтные дизайнеры, просто те, кто занимается озеленением и фирмы, и малый, и средний бизнес. Так вот, и их привлекайте. Василий Александрович, обеспечите максимальное участие малого, среднего бизнеса края в благоустройстве территорий. Сегодня целые бригады, в межсезонье особенно, будут нуждаться и в оберенах. В подрядах дайте им возможность и в межсезонье заниматься благоустройством. Материалов местных производителей для благоустройства действительно более чем достаточно. То, насколько разнообразно сегодня саженцы деревьев и кустарников, можно было увидеть на недавней кубанской ярмарке. Порядка 5000 фермерских и личных пособных хозяйств на территории края производят 10 миллионов саженцев штук ежегодно. Конечно, такие крупные питомники, которые у нас сегодня есть в Крыловском районе, есть в Ленинградском, Северском, Калининском районе, они говорят о том, что сегодня один только питомник производит порядка 150-200 тысяч саженцев. Результаты реализации национального проекта уже видны. Новые парки и скверы появились и в крупных городах, и в маленьких хуторах края. Тема благоустройства теперь не так часто звучит на личных приемах у губернатора. Именно работе с обращениями граждан был посвящен второй вопрос краевого планерного совещания. С начала этого года в администрацию региона поступило более 76 тысяч заявлений. У нас эта работа, она ведется, но насколько она качественно ведется, насколько количество обращений равно количеству ответов, которые способствуют разрешению той ситуации, той проблемы, с которой гражданин, жители края обращаются к нам, к власти, всех уровней. Ответы все есть, но как у Высоцкого в песне. Ты писала жалобу, но я же ее и читал. Такое ощущение, что те, на кого пишут, они же эту жалобу читают, а потом еще и отвечают. То, что они считают нужным. Никто даже не думает выехать на место к тому, кто написал заявление, обращение, жалобу. Никто даже, на это вообще время нет, даже никто не рассматривает предметом своей работы. Но вот такая работа никакому качественному результату не приведет. Власть должна быть в постоянном диалоге с населением, уверен губернатор. Ведь именно так получится решить многие проблемы на местах. Вениамин Кондратьев отметил качественную работу с обращениями жителей в Армавире, Тихорецком, Тбилисском и Лобинском районах. Однако в некоторых муниципалитетах выявлено порядка 350 нарушений. Главы муниципальных образований, коллеги, руководители министерств, ведомств, личные приемы проводите. Это дает ощущение жизни. Вы будете чувствовать людей, вы будете чувствовать проблемы, вы будете чувствовать температуру в обществе с точки зрения вашей компетенции. Не бегите вы от проблем людских, не бегите, и от людей не бегите, не бегите. Идите к людям наоборот. Диалог должен быть с жителями, а как следствие диалога должен быть результат. Вот что сегодня ждут от нас люди. А самое страшное, еще раз подчеркиваю, для любого человека это безразличие власти. Сделайте так, чтобы график был у каждого министра, руководителя департамента управления, у каждого приема жителей в рамках своей компетенции, у каждого. И чувствовать, еще раз подчеркиваю, чувствовать пульс жизни через рукопожатие с любым, кто придет навстречу. Слышать людей – это главная задача власти, напоминает губернатор. Ведь потому, как чиновники общаются, реагируют на просьбы граждан, жители края оценивают работу в целом управленческой команды региона.